всем привет друзья вы на канале контрольная рыбалка меня зовут юля если вы не со мной обязательно подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии конечно следите за обновлениями вокруг литой лес сильный ветер здесь наверху но внизу тишь до благодать сегодня я снова на супер автомобиля на посадке в третьем друзья лютый бобер расправился с деревом но это дерево друзья но и так видите она была плохая но скоро едом вот так вот выглядит внутри деревья испорченные я уже тысячу лет не ловила на фидер как не ловила я каждую рыбалку ловила но специально сегодня я нахожусь на реке свисла через поеческое водохранилище очень длинный водоем довольно рыбный хотя в этом году говорят что рыба столы большой вот такая береговушка здесь нора бобра походу а мы сейчас здесь попробуем хотя бы забросить один фидерок снимала со всех клипс вроде бы сейчас посмотрим и сейчас проведем посмотрим что здесь главное чтоб мне на дне ничего не цеплялось дно видите листа ровная вот здесь пошла вы пошла выход бровка была какая-то вот здесь пошел ракушечник уже а вот здесь можно что-то решили зацепиться возможно просто резкая очень бровка кстати говоря здесь есть такое что здесь резкий выход так нормально все а самое интересное что мы не будем сидеть на мазках рядом вот пожалуйста взяла свою пилочку нафигачила сделался костерок пустила вот туда костер весь дым на рыбаков как вы думаете мы что-нибудь сегодня поймаем или не поймаем фидер у меня будет сегодня акара фидер тайм тим тайм тим у меня это может быть и тайм а может быть тим и карлёшку надо будет замешать возьму шуруповерт вода уже холодная речка шуруповертик работе готова вниз со всеми вещами идем к удобному спуску вроде бы это он ну навернусь так навернусь главное группироваться самой когда воду лететь скажите это черный холодная вода никогда ни разу в своей жизни я не смотрела и не считала сколько по инструкции надо воды я всегда мешаю все на глаз немножко потрогал сразу слышно что она сейчас напитается будем увлажнять король вот она бровку вот я за нее зацепилась я надеюсь что это не дерево и я от нее конечно же немножечко джиг 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 отступаю да забрасываюсь посчитать оборотики ну вот моя точечка глубина хорошая посмотреть на всякий случай плетенку стараюсь обращать внимание на то что есть есть где-то какие-то повреждения потому что потом улетит просто-напросто с плетной все и с монтажом совсем перевязываться по десять раз раз два три четыре пять шесть точку я нашла теперь мне нужно понять какого веса кормушка будет на ней стоять еще бы хотелось бы вот наверное вот такой вот половить вот эту штуку вот сюда дальше мы поставим рядом наше кресло мое кресло уже как хорошо что на нем регулируются ножки по высоте на мы можем сейчас отрегулировать ноги по высоте он бобер вон там тоже нас ругал там береза такая огромная там берег кстати интересный когда нужно прибылась сюда на лодках и запусть куда-нибудь какие-нибудь дебри и это можно было кстати погода хорошая мне кажется сегодня было бы даже классно со спиной спиннинг у меня уже ребят каждый раз каждый раз пилинг спиннинг давно фидера не было может быть сейчас что-то поймаем по белой рыбе какой гости я беру совсем маленький крючок я беру какой-нибудь тоненький лес . ну давайте попробуем с этой начать вот эта леска на выдержит в принципе любую рыбу и я за нее ровщаюсь я за нее сто процентов уверенно она трохи плюсит но она хорошая она свежая и если даже будет что-то типа бы я уже размечтала же у меня аж уже все я уже как это называется когда ты приехал ты же всегда думаешь что у тебя будет клевать больше чем у всех но даже если просто рассчитывать на то что может быть один в лед за сутки какое-то или что-то еще на дом за день лучше себя обезопасить а вот если не будет клевать то будем тогда тоньше у меня есть искать наживка вот у меня есть замороженная кукуруза ее можно добавить это это опарыш мотыль и даже червь есть но на всякий случай есть немножко кормового мотыля здесь я не знаю кормового мотыль такая опасная штука на самом деле вся эта животина учитывая что здесь хищник на всякий случай я себе водички для того чтоб руки промыть ребят я как народный вестник с этими газетами слышу как шуршит бобер слышал да он там не лозит немножко корма начинаем добавлять как долго опускаться на на так пока ничего при пол листик и пол листик что мы попробуем сделать мы попробуем надеть сейчас конечно же парика давайте двоих одного и второго здесь я не отпускаю почему я ждала вот этот момент пока упадет потому что пока падает если не подождать может запутаться поводок натяжку может упасть и запутаться первых забросов ничего не клюет это хорошо почему потому что когда клюет с первых забросов это шо у нас это у нас конечно же плохая примета предлагаю немножко поменять кормушку вот такой вот на пока будет лететь она будет скорее всего пускать если они где-нибудь там эти рыбы в слоях стоят со слоев снова приехали снова приехали но нам бы хотя бы хоть каких десятку какой-то рыбки поймать мне много не надо вообще просто хочется рыбу в руках подержать вот я прямо на этой газетке он еще ребят замерзший кстати может я сейчас плохо сделала но надо же как-то шевелить начинать сюда пока этого хватит дело ребят по карте глубин здесь глубина 5,8 6 метров вот там такой резкий выход с глубины на 3,5 бровочка справа тоже это все делал такое прикольное место вопрос только заключается в том насколько быстро может откуда-то подтянуться рыба почему то что здесь есть места где мостики и там люди постоянно сидят и ловят и у них рыба может там стоять ну типа они ее постоянно подтягивают когда ты приезжаешь на новое место видите здесь не мостика ничего здесь никто не кормит здесь сейчас рыбе нужно понять пойти клюнуть попробовать то что мы ей предлагаем на мой взгляд место просто отлично глубина здесь прекрасная я даже там много ракушечка нашла на русле синем на глубине должна быть я хочу развести костер слушайте но под трех получше да стала выглядеть мне кажется да красавица красавица сто процентов мы заодно немножко здесь и почистим береговую линию для себя видите здесь много опавших деревьев достаточно их можно сделать что костер здравствуйте ребят это называется наконец-то начал объедать причем никакая рыба к нам не пришла если у нас обсосала что-то то значит это скорее всего была какая-то белая рыба это не может не радоваться следовательно что мы делаем снова наживляем мотыля может ребят благодаря тому что я сейчас ходила туда-сюда пилила я смогла большую паузу выдержать чем до этого было и у меня поэтому и объела трохи бросаем выбросы ой хорошо когда 39 фидер намного 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 легче забрасывать чем всякими этими картышами я думаю лишним не будет есть ребят какая-то рыба есть есть вроде бы не знаю мне вроде бы не кажется блин что-то хорошая даже как-то неожиданно может такой судачок подсел на что-то ничего себе ребята смотрите кто приплыл какой красавец и а я увидела мили-мили пеп поклевочка такая совсем было сушить и но какой красавчик у меня клюну я начала делать и что я потакаю костер сидела зачем мне эта рыба он такой думает давай-ка я у него быстренько плюну вот такой красавчик первый первенец я же говорю я видела какая была поклевка видно длинный поводок слишком надела на мотыля ребят вот просто на чистого мотылька но хороший да такой но может просто повезло вот посмотрим час это будет система или это просто он мимо проходил снова где-то на сотом счете была поклевка красавчик такой вот красавчик в луночку в луночку лети дружище пошел это сюда вот это сюда а так а вот это вот теперь огонь ну во первых значит мы все правильно делаем с тем что добавляем вот это вот все в наш форм будем добавлять его сюда уже мимички и при этом делать вот так на всякий случай соберем пацан голова ручка моя надо начинать пробовать запаливать костер в честь такой радости которая произошла есть красавчик увидела увидела как клюнул вообще просто супер я уже забыла каково это когда они на фидер я так давно на фидер не ловила вы не представляете долго уже не ловила на фидер ох еще один красавец ох еще один красавец вот красавец хорошо это хорошо а кто вообще просто как этот сумасшедший обалдеть ветер какой-то поднимается такая поклевочка была красивенько уже кстати разные способы есть для розжига костра сегодня просто не взяли эту газовую горелку посмотрим как мы справимся с розжигом считывая то что здесь высокая довольно влажность у меня есть здесь газета и сверху на газетку на эту накидываем наши веточки веточки причем должны быть в данном случае лучше если какие-то небольшие была подтяжка сейчас сто процентов была подтяжка слушайте мне кажется мне надо сделать немножко короче просто поводок и тогда будет вообще огонь вот так вот просто но есть чем заняться понимаете между перезабросами я хоть чистить так не буду потому что мне все время хочется перезаброситься мне тяжело сидеть а я так себя занимаю и у меня нет шансов на какой-нибудь лишний перезаброс слышите как трещит костер вот у меня здесь пара подлещиков проскочила теперь молчание ягнят есть несколько вариантов первый вариант пришел хищник на точку здесь довольно много судака может приплыть сом на сом уже навряд ли скорее всего судак потому что глубины соответствующие второй вариант это пришла крупная рыба и нужно дождаться ее поклевки еще одна рыба но меньше мне кажется чем предыдущая может даже какая-то густера судя по ощущениям они подлещик ну это густера у нас не тоже хорошо но это вот пожалуйста это как это называется это на во первых мне нравится что на таком поводке можно вот так на хрусть брать мы поняли что с подсадкой опарыша у нас густерка подошла густера стала видать опарыша красного прямо сейчас вязала его туда давайте два опарыша кинем туда немножко доберу этого корма ближе к обеду обычно здесь всегда больше активности к вечеру нежели чем о есть ребята я же говорю в начале как будто что-то падало и трясло но вот сидит тихо понимаете все и не шевелится но рыба есть сто процентов ребят у хорошего на мотыля класс слушайте ну осенний вы просто представьте что уже почти декабрь а мы ловим вот таких вот красивых подлещиков сейчас много лимани когда туда пойдет посмотрим подлещик появился снова после того как я нарезала мотыля в кормку в общем дело пока перекусик это салка похолодалась я уже потом еще кофейком запить салка это ребят вкусная давно такое не а все время белое да белое браля сейчас вот такое бляха сбоку как то подсеклась странность как этот как лох но рыбка есть на этот раз рыбка есть причем хороший такой подлещик идет ой 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 сейчас лимонник работает понимаете лимонничек 100 процентов довольна тем что хотя бы рыбка еще как-то проклял улица на фиперок мне прям приятненько нет ни мороза ничего очень комфортно просто пипец ветра здесь тоже такого нет сейчас была поклевка и на левую и на правую чтобы понимали на правой у меня стоит мотыль сейчас бляха чтоб они не зацепились между собой наконец-то произошла поклевка на тот который ниже по течению причем именно после того как я поставила мотыля кольцом ух ты нифигаси там походу был этот хышник манек вашится мне сдаится что там был наверно некий нибудь судачок я не могу понять идет или не идет посмотрим что-то некрупное наверное да но это вот с с микстуркой ребятки вот я троха микстуркой обработала вещи уже там тоже на самом даже густера села прикиньте на мотыля так до этого только на парыша была а теперь на мотыля ну хоть какой-то подрядчик на мотыля ребят ну вроде сейчас вот что-то плывет типа подлещика я думаю что то ну да но не крупненький сейчас посмотрим насколько он сильно заглотил и выдержит ли этот крючок подъем вот такой вот на на грудь напомню что он 18 номера но все тип-топ как он тут засекся за самую губочку ну можно на самом деле мне кажется большего размера крючок поставить может и не засекается наоборот на маленький совсем на такой так ребята рыбкой что на идет рыбка опа еще один знаете что мне кажется вот сейчас я добавила бы прикормку у меня уже пошел опар вместе с мотылем может быть это уже не какую-то роль леопард небольшое количество играет иду за новой партии корма мое ведерушко и корм вещь и абсолют мотыль а Продолжение следует... Вопросики, конечно, к этой рыбе. Поклевка есть, не засекается, крышки разные пробую. Ни фига. Непонятно. Наконец-то рыба засеклась. Гостюро. Наконец-то рыба. Добро, с вами поклевками. И просто перебираешь старого парша. По одному вот так вот вытягиваешь. Из старых опилоклоняешь. Есть. Скорее всего, густеран. Густеперван или подлещик? Нет, это подлещик как раз таки, но не крупный. На опарыша с мотылем. Прикольно. Вот такой вот красивый, вкусненький ланч у подлещика. И набираю. Сюда уже нарезала и кукурузы, и опарыша немного, и мотыля. Хоть и периодически идёт в дым глаза вот от этого костра, всё равно с костром как-то поуютнее, поприятнее будет. Ну, трохи там дуют на других рыбаков. Спиннингисты появились ближе к вечеру во второй половине дня. Вот на вечерний клёв. Даже какие-то голубые облака, какие-то голубые просветы тоже начали появляться. Рыба то и дело поклёвывает, обсасывает. Засекается очень плохо. Редко её держу в руках, но думаю, что ещё что-нибудь поймаю. Вот такой вот полученный. Кажется, полученный. Кстати, вот кукуруза, опарыш и мотыль нарезанный пошли в прикормку, и он клюнул. Вот такая красавица. Опа! Есть! Опа! Опарыш, мотыль и даже кукуруза. Кукурузу, правда, я побаиваюсь давать. Есть, ребята. Есть. Вот поставила сейчас сюда длиннее крючок. Ой, не длиннее крючок, а длиннее поводок. Меньше крючок. Красавчик, а, красавчик какой. Ой, какой красавец. Опачки, опачки, опачки. Такой вот. Вот он. Вот он. С этим, с опарышем, блин, красным, понимаете? Ну, вот ему нравится этот опарыш красный. Ну, когда вот так вот непонятно, как клюет, так все время что-то делаешь, делаешь. Время вообще незаметно сегодня, ребят, пролетело. Хорошо, что были поклевки, блин. Слушайте, несмотря на воскресенье, было славно, так тихенько, ничего, так нормально. Я думала, тут постоянно будут лодочники в разные стороны, раз это разъезжать. Вот мой парыш. Тихий крючок. Вот. Как вы думаете, может, надо пожрать что-нибудь еще? Сейчас уже настолько наглела рыба, что и опарыша обжирает, и мотыля обжирает, все, и поклевывает, но очень редко засекается. Либо потлещик, либо густера, неважно. Но они есть, самое главное, что они есть на точке, это хорошо. Кислые щи. Все равно продолжаю наблюдать все поклевками. Не пописать, ребят. Вроде в таком месте тихом, и они бляхат. А чем спереди, то он тут бляхает. Не пописать, понимать. Ну давай, опарыш должен сделать свое дело. Если мотыля обсосет, то опарыш должен все с опарышем, должно быть год. Ну, 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 ну. Есть. На этот раз есть. Надо подсачек, конечно. Либо подсачек, либо просто аккуратно его вот сюда вырулить на берег. Да, все. Вот так, хоп, все. Чтобы не потерять. А то я и так уже столько штучек потеряла, пыталась тут на грудь брать. Такой красавчик. Кушать ходишь? Интересная рыбалка получается. Рыба подошла не сразу, наверное, в течение где-то полутора-двух часов. Сталов стоит на точке. Рыба не крупная, но она постоянно поклевывает. Интересно, постоянно что-то пытаешься менять, перезабрасываешь. Она постоянно что-то объедает, не засекается, периодически вылетает. Но очень даже прикольно, учитывая то, какой-то сезон года. Что это уже практически конец ноября. Что мы выбрались на дневную рыбалку. Это не рыбалка с ночевкой. Но я все-таки хочу еще, может быть, чуть-чуть с вечером здесь остаться. Посмотреть, будет ли клевать что-то, если здесь темнеет. Может быть, какой-то лещик подойдет или что. Пытаюсь засечь, и не получается. Блядь, это была подтяжка такая. Тут у меня сразу на две. Короче, темнеет уже 5 часов вечера, уже очень рано. Но все равно рыбалка в этот раз состоялась. Почему? Потому что я порыбачила, наконец-таки, на фидер. Я уже давно вот так вот не ловила нигде. Все время выбиралась со спиннингом. Если ловила на фидер, то я только ловила живца. Я целенаправленно не сидела вот так долго, чтобы что-то поймать. И я рада, что здесь стоял и опарыш, и мотель. Вот что пришло. Скорее всего, лещ, ребята. Мне кажется, что это уже будет что-то... Ну, не лещ, ладно, вру. Но это будет очень хорошая рыбка. Если не сойдет, потому что очень маленький крючок. Наверное, сошел? Или нет? Нет, не лещ. Собрала, конечно, но, блин, я же, как говорится, у страха глаза великие, вы не знаете. Это подлещик. Ну, хорош, вы? Хорошенький. Лучше, чем были. Вечер уже, видишь, начали спокойнее выходить. Я думаю, что это будет. Сейчас покажу. Во, кругленький кругляшочек. О, вот такой красавчик. Пошел туда, хорошо. Ну, бурду всякую сижу, готовлю целый день. Сейчас мотылью кукурузу. Ребята, это лещ. Или сом. Сом или лещ. Как будто сом, ребята. Как будто сом вышел. Чуть со стойки не снесло. Как будто сом, ребята. Честно говоря, это как будто сом. Может сойти, блин. Если это не лещ, то, может, скорее всего, сойдет. Слишком много сопротивления оказывает. Все, сошел. Начала я его тянуть. Тянула, 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 тянула. Чуть со стойки фидера не снес. Начала тянуть. А потом он резко пошел куда-то туда-обратно. Все, и на этом сошел. Кто тут у нас? Опа, лучше. Ну, слушайте, подлещечек такой. Полепше будет. Есть. Вот такой хорошенький ночной. Ну, не ночной, а я бы сказала, что это вечерний. Вечерний подлещечек. Вот такой хлопчик. Вот такой, ребятки, смотрите, какой ух. Никого на реке не осталось. Я приняла решение побыть здесь еще несколько часов после темноты. Всего лишь одна поклевка, и больше рыбы нет. Поэтому я приняла решение, конечно же, собираться домой. Сейчас посмотрим, сколько рыб удалось поймать. Будет смешно, если сегодня с утра я попросила 10 рыб, у меня 10 рыб в садке и будет. Это будет очень смешно. Слушайте, ну, чуть-чуть, конечно, но все равно. Вот такой вот результат у меня получилось. Вот такая вот рыбалка. Больше всего клевали подлещики. Залетало густера, клюнуло что-то крупное, но, к сожалению, сошло. Я сразу это поняла, что оно сойдет. Друзья, подруги, если вы еще не подписаны на канал, но любите активный отдых, любите активный образ жизни, любите рыбалку, обязательно подписывайтесь на него. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, следите за обновлениями. Всем не хвоста, не чешуи. Пока! И мы пойдем их всех и отпустим, естественно. А что мне их? Соли? Приедем потом, пускай, потому что они у нас клюют. Вода сейчас холодная, сейчас они, скорее всего, придут в себя быстренько. Мои красавчики! Спасибо вам, дружище, что вы у меня клюнули. Так здорово! Вообще просто! Я нереально счастлива. Продолжение следует...